Здравствуйте! Я, Белавин Сергей Александрович, являюсь заведующим отделением гемодиализа город Гатчино. Наше отделение занимается лечением пациентов с хронической болезнью почек методом гемодиализа. Отделение рассчитано на 105 человек. В отделении самое современное оборудование и высококвалифицированный медицинский персонал. Субтитры подогнал «Симон» Это пост автоматического самообслуживания пациентов. Основная задача этого поста – выявить тех пациентов, которые нуждаются в пристальном внимании врача. Если пациент проходит по всем параметрам измерений, то он получает автоматические предписания из системы, где внесены все необходимые данные о процедуре. Если пациент нуждается в дополнительном внимании врача, система направит его к врачу, где врач осмотрит пациента и после напечатает для него предписание. Пациент прикладывает карточку и получает приглашение системы для проведения процедуры измерений. Здравствуйте, Иван Иванович. Для начала заменения давления положите руку на маджете данные две нажмите кнопку «Старк» на аппарате. На процедуре медсестра считывает с присписания все необходимые назначения, те, которые нужны для пациента. Для каждого пациента загружается его индивидуальный кабинет пациента, где он может ознакомиться с отчетами по своему лечению. Он может воспользоваться функцией развлечения в виде мультимедиа, где он может посмотреть фильмы или телеканалы. Также пациенту доступны более полезные функции для того, чтобы участвовать в своем лечении. Доступен дневник питания, где он может сформировать диету, либо проверить существующую. Доступен отчет по качеству лечения, доступен отчет о приеме лекарства. А также доступна форма сбора жалоб пациентов. Все эти данные автоматически попадают в систему. Также для пациента выведена специальная панель, где видны в режиме реального времени все данные о текущей процедуре. Самым важным функционалом здесь является видеозвонок. Наш пациент может связаться с врачом или врач с пациентом во время процедуры, когда он лежит на койке. Да, вот так мы видим, как происходит связь с врачом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся в Ординаторской, это рабочее место врачей. Здесь расположен центр управления пациентами. Врачи в режиме реального времени могут наблюдать за введением процедуры в зале. Слева на экране видна видеокартина из зала, а справа видны койки и параметры процедур на койках. Если возникают тревоги, врачи могут своевременно отреагировать и вмешаться. Также они могут связаться с пациентом напрямую на койке. Субтитры создавал DimaTorzok качество оказания медицинской помощи пациентам и выполнение широкого спектра лабораторных исследований на всех уровнях оказания медицинской помощи по профилю нефрология, начиная от амбулаторно-поликлинической и заканчивая оказанием высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в отделениях диализа. Централизованная клиникодиагностическая лаборатория на базе Гатчинской клинической межрайонной больницы создана для выполнения всего спектра лабораторных исследований пациентам Ленинградской области из отделений Гатчины, Тихвина, Луги, Всеволожска. Это первая лаборатория нефросоветов, которую планируется доставлять пробы из других региональных филиалов компании для диагностики инфекционной патологии, определения маркеров вирусных гепатитов, сифилиса и других. Повышение качества оказания медицинской помощи в части лабораторной диагностики в нефросовете достигается за счет стандартизации технологических процессов проведения лабораторных исследований, использования производительного высокотехнологичного оборудования, внедрения информатизированных процессов управления клиникодиагностической лабораторией в системе Максимус, сокращение времени выдачи результатов лабораторных исследований. Субтитры создавал DimaTorzok Проглашение нафрологического совета на территорию Ленинградской области это было современное решение, новое решение организации оказания нафрологической медицинской помощи жителям Ленинградской области. Это уровень амбулаторно-поликлинического нафрологического приема, и это, конечно же, нафрологические отделения, которые будут созданы практически на всей территории Ленинградской области, то есть в 17 муниципальных образованиях. Первые три-четыре нафрологических отделения – это город Гатчино, это Тихвин, это Луга, затем это будет Севолоск и так далее. Я думаю, что в течение ближайших нескольких лет нафрологическая помощь на территории Ленинградской области будет на том уровне, который заслуживают сегодня наши граждане. Ленинградской области 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 Продолжение следует...